Telegram это уже больше, чем просто мессенджер. Документы, чаты, переписки, каналы – все это находится в вашем аккаунте. Как не допустить угона вашего Telegram-аккаунта и что делать, если это вдруг уже произошло? Сначала давайте разберемся, как можно понять, что ваш аккаунт в Telegram угнан. При самом плохом варианте вы просто теряете доступ к нему. Заходите в приложение, а оно предлагает создать вам новый аккаунт. Можно, конечно, обратиться в поддержку Telegram, но, как правило, это затягивается на долгое время, которое в такой ситуации очень ценно. Лучше снова войти в свой аккаунт и изменить или установить облачный пароль. Об этом расскажу позже. Если почтовый ящик к аккаунту привязан, перейдите на страницу восстановления пароля в Telegram и введите свой имейл. На указанный ящик придет код для сброса пароля. Введите его и установите новый. Если у вас есть доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту, вы можете войти через него. Но с этим будут сложности. Код приходит в сам аккаунт, и если кто-то его контролирует, он может мешать вам войти. Так что облачный пароль – наше все. Другой вариант. У вас есть доступ к аккаунту, но вы замечаете в нем изменения, которых не делали. Появляются чаты, меняются аватары и прочее. Третий случай. Изменений вроде и незаметно, но вашу переписку читают, может даже пишут, но чистят чаты. Важно следить за активными устройствами, которые имеют доступ к вашему аккаунту. Желательно регулярно заходить в настройки «Вкладка устройства». Если вы увидите сеанс, который явно вами не управляется, вы можете тут же его завершить. Если кто-то перехватил доступ, то ваш основной сеанс они завершить не могут в течение суток. У вас есть запас времени. Чтобы не допустить угона, нужно защитить свой аккаунт. Как? Очень просто. Первая и главная ступень – облачный пароль. Или та самая двухфакторная аутентификация. Это дополнительный способ защиты ваших аккаунтов от взлома. Он требует подтверждения вашей личности двумя разными способами. Как правило, первый фактор – это ваш пароль. Второй – это дополнительный код, который может приходить вам в СМС, на почту или генерируется специальным приложением на вашем телефоне. В случае с Telegram – это ваш номер телефона, облачный пароль и электронный ящик. Для того, чтобы установить облачный пароль, идем в настройки «Конфиденциальность облачный пароль». Устанавливаем его и обязательно привязываем почту. Теперь даже если вы сами будете входить в аккаунт с другого устройства, вам нужно будет ввести облачный пароль. Он защитит от того, чтобы кто-то получил доступ к чатам. А почта поможет вам восстановить и изменить его. Вторая ступень – установите пароль на само приложение. Так, даже если вы потеряете телефон, свободного доступа к вашей телеге ни у кого не будет. Но важно, чем быстрее, тем лучше зайти в аккаунт с другого устройства и завершить сессию на потерянном телефоне. И, конечно, самое главное – внимательно пользоваться Telegram. Цели угона могут быть разные – от шантажа и вымогательства до рассылки спама. И самым распространенным способом угона по-прежнему является фишинг, только замаскированный под разными сообщениями. Например, знакомый вам контакт может попросить проголосовать на стороннем ресурсе или сбросит видео, чтобы посмотреть, которое нужно перейти по ссылке. Не доверяйте никаким ресурсам, которые почему-то просят вас дополнительно ввести ваши данные. А лучше не открывайте вообще подозрительные ссылки. А еще лучше, если у вас будет человек, к которому вы доверяете и с которым можете посоветоваться в подозрительных ситуациях. Потому что мошенники всегда мастерски используют психологические приемы, которые могут подтолкнуть вас к неправильным действиям. Самое главное помнить, что защищая свой аккаунт, вы в первую очередь защищаете своих близких и знакомых. Потому что именно они могут попасть в ситуацию, когда им придет СМС-ка с просьбой занять денег. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.